Я уже больше тогда не буду давать людям с региона слово, потому что Питер это тоже регион, и я тогда возьму это слово сам. Что касается программы с семенозологиями, мы слушали выступление наших фармакоэкономистов. Хотелось бы сказать, что в программе семенозологии все препараты, которые туда включены, не соответствуют порогу готовности просить Российской Федерации. Поэтому эта программа сама по себе съедает половину бюджета для нескольких процентов заболевших пациентов. Да, в принципе да. Но что касается вообще всех конференций, у меня сейчас задача и сложная, и простая, потому что все уже рассказали, надо что-то подытожить и сказать что-то новое. Но в принципе, безусловно, я за две управляюсь. В принципе, мы знаем, что у нас есть новая планка той эффективности, которую мы хотим достичь. Это вероятность 38% практически на любой комбинированной терапии достичь трехлетней выживаемости у больных в четвертой стадии заболевания. И безусловно, наш выбор сейчас, если откинуть материальные вещи, он очевиден, это либо таргетная терапия, либо иммунотерапия. Однако в российских реалиях химиотерапия, и старая иммунотерапия, можно так сказать, она никуда не делась, и мы все равно должны выбирать. Если говорить немножко о мутациях, Евгений Науч уже все хорошо рассказывал, но в принципе, как сказал один очень уважаемый эксперт в плане выявления мутации меланомы, количество путей обхода и пути резистентности в клетке ровно столько, сколько белков в клетке. Но тем не менее, активация сигнального пути МАПК – это 79% от всех резистентностей к брав-ингибиторам, поэтому мы как-то на это можем повлиять. И естественно, когда мы думаем про любую комбинацию, нам важно знать про безопасность, эффективность. У нас, в общем, выбор неопределенный в стандартах, о которых говорила Галина Юрьевна, у нас можно и и племумаб, и таргетную терапию на сегодняшний день в Российской Федерации, а можно и два препарата, если у людей есть деньги, и в какой последовательности. Если говорить про токсичность, то мы знаем, что токсичность, в общем, комбинированное применение двух препаратов, направленных на брав-мутацию, сопоставима, и даже в каком-то степени комбинированная терапия оказывается менее токсична, чем брав-терапия. Но это все цифры и слова. Мне хотелось бы показать пример, который у нас случился. У нас две пациентки примерно с одной ситуацией на первой линии терапии, с одинаковой мутацией, обе женщины, почти идентичная стадия заболевания, получали в рандомизированном исследовании одна брав-ингибитор и одна мекингибитор. Что интересно, что они до сих пор ходят на все визиты в один день, в общем, подруги, но показательная ситуация. Пациентка, которая получала только брав-ингибитор. Масса осложнений, которую мы увидели сразу, и мы вынуждены были очень быстро и аккуратно снизить дозу препарата до минимально возможной. У другой пациентки, она получает до сих пор в полных дозах препараты, но были какие-то нежелательные явления, вот такого типа, типичный для брав-ингибиторов, подошвенный гиперкератоз, сухость кожи, такие вот активации нейвусов, при том, что они совершенно нормального вида. Что интересно, что у второй пациентки, несмотря на то, что мы говорим, что да, чаще всего нежелательные явления возникают в первые три месяца, да, брав-ингибиторы предотвращают развитие вторых опухолей, но образовалось вот такое образование на коже. Мы пациентку направляли к Георгию Ивановичу, но она категорически оказалась оперироваться, вероятно, она была права, потому что образование регрессировало само через какое-то время. И такое, по сообщениям коллег, такое явление нередко, особенно на брав-ингибиторах. Периодически возникающие кератокантомы, которые регрессируют сами с течением времени, не представляют угрозу жизни. Что же касается качества жизни, то исследования нам говорят, что комбинированная терапия тоже лучше, что в одном исследовании, что в другом исследовании. Однако, надо понимать, что когда пациенты заполняли вот эти опросники по качеству жизни, они знали, какой препарат они получали. И в том случае, когда они не знали, то отличия были не столь очевидны. Что же касается вероятности развития нежелательных явлений, то все нежелательные явления действительно случаются достаточно рано, потом их риски сохраняются, но они уже не такие высокие. Пациенты привыкают к этой терапии, в общем, даже сами отказываются от отмены доз препарата, потому что потом сложнее опять получать эти же нежелательные явления после короткого перерыва. И такая комбинация, к сожалению, у нас технические заминки, отмечается на обоих комбинациях BRAF и МИК-ингибиторов. Что касается эффективности терапии, то безусловно, ингибиторы BRAF дают очень быстрый эффект, и комбинированная терапия позволяет этот эффект еще ускорить и еще продлить, и быстро получить улучшение качества жизни пациентов. Однако и исследования, которые говорят сейчас, что у нас уже трехлетняя выживаемость 38%, в принципе, она характерна для всех комбинированных терапий. Но что хочется сказать относительно эффективности лечения. Все-таки у нас есть какие-то медицинские основы для того, чтобы выбирать, с моей точки зрения, терапию BRAF-ингибиторами или терапию BRAF-ингибиторами. Безусловно, у нас есть подгрупповой анализ, но посмотрите, когда все исследователи утверждают, что комбинации действуют в любых показаниях, однако у нас есть некоторые показания, где комбинации действуют лучше. Здесь зеленым отмечены статистически значимые различия, и красным различия, которые в подгрупповом анализе не показали отличие от единицы по доверительным интервалам. Это высокий уровень ЛДГ в одном исследовании не показал, и относительный риск был значимый лучше на комбинации, но при мутации В600К размер эффекта, о чем говорил в начале дня Лев Вадимович, он намного меньше, соответственно, экономическая эффективность намного меньше. Таким образом, мы можем, наоборот, на мутациях с В600Е размер эффекта гораздо больше, причем при комбинированной терапии. И при этом надо понимать, что да, у нас есть прогностический алгоритм, мы можем выделить пациентов, у которых 70% вероятность дожить до 3 лет, и у которых 7% вероятность дожить до 3 лет. Проблема лишь в том, что вот этих пациентов очень мало, а вот этих пациентов тоже надо лечить. Поэтому с точки зрения выбора терапии мы должны даже и пациентов информировать, если мы не можем их обеспечить, какая вероятность успеха в какой ситуации. Необходимо отметить, что уже на ранних исследованиях в БРИМ-3 эффективность терапии при В600К, монотерапия, была значительно выше. И тут тоже можно подойти до какой-то степени к распределению, кому назначать, а кому не назначать комбинированную терапию. Потому что у молодых пациентов чаще всего мы видим мутацию В600Е. Это наиболее значимая, наиболее опасная меланома, наибольший удельный вес заболеваемости в смертности. В Российской Федерации у этих пациентов до 90% мутации В600Е. Это как раз та область, где комбинированная терапия, скорее всего, будет оказывать максимальный эффект, максимальный экономический эффект. Это группа пациентов, которые будут дольше всего работать и получат при недостаточном лечении максимальные потери по качеству жизни, по продолжительности жизни. С другой стороны, у пациентов, у которых значительный возраст, гораздо большая доля пациентов с мутацией В600К, где достаточно хорошо будет работать и просто таргетная терапия. Поэтому размер эффекта здесь необходимо еще уточнять. Безусловно, есть мнение о том, что группы с мутацией В600К были малы, чтобы доказать этот эффект. Но, тем не менее, это требует дальнейшего уточнения. Относительно метастазов в головной мозг препараты работают одинаково хорошо и там, и здесь. Что касается последовательности терапии. Сегодня уже говорили, что раннее начало комбинированной терапии, то вот это исследование, оно дает наибольшую продолжительность жизни. Однако надо помнить, что сравнивались пациенты, которые получали до этого брав ингибиторы. То есть сравнивались вот эти цифры со второй линией терапии. Очевидно, что второй линии терапии меньше. Но если мы сложим вместе, то эффект не настолько большой. Другое дело, что многие пациенты могут просто не дожить до второй линии терапии. И здесь мы будем иметь потери. Таким образом, все-таки раннее начало с этой точки зрения, оно, безусловно, имеет преимущество перед поздним началом комбинации или перед просто последовательным применением методов, где эффективность терапии весьма низкая получается. Что касается переключения с монотерапией на брав ингибиторов, на комбинацию препаратов. Надо отметить, что все-таки есть группа пациентов, которые получают очевидную пользу. Это те пациенты, которые получали длительный и интенсивный ответ на монотерапию. У них мы еще дополнительно можем увеличить медиану продолжительности жизни и получить эффект от лечения. Ну, собственно говоря, это графическое отражение того же тезиса. Безусловно, нас в таргетной терапии еще ждет много новых препаратов. Здесь они отмечены, те точки, которые исследуются. Но несколько слов по поводу длительности ответов на лечение и последовательности применения иммунотерапии и таргетной терапии. Считается, что именно иммунотерапия дает длительные ответы на лечение и может развиваться поздние ответы на лечение. А на фоне ингибиторов тирозин и киназ может быть быстрое прогрессирование. Но по поводу возможностей длительных, поздних ответов на лечение хотелось бы показать случай. В чем он заменяет? Пациентка достаточно пожилого возраста, но с мутацией В-600Е получала несколько линий терапии. И был после неэффективного эпилюма обназначен виморфенип. Она по социальным причинам переключилась на доброфенип. Получала его достаточно длительно. Что интересно, что у пациентки постоянно было прогрессирование, какое-то время было прогрессирование по рецис, но оно со временем было все медленнее и медленнее. Появлялись новые очаги в легких, новые очаги в костях. Смочувствие пациентки оставлено, она продолжала получать доброфенип. В результате, через 2 года от конца приема прогрессирование остановилось, наступила стабилизация, потому что дополнительных новых очагов перестало появляться, часть очагов прогрессировали. Таким образом, отсроченный эффект тоже может быть. Что касается лечения брафингибиторами после прогрессирования, вы видите здесь несколько исследований, которые показывают, что продолжение у некоторых пациентов терапии брафингибиторами после прогрессирования тоже может быть полезно и улучшить выживаемость пациентов. Что же касается длительных ответов, то здесь мы тоже видим кривые платы И с течением времени только мы поймем, это действительно то плата, которая соответствует плата на иммунотерапию, она достаточно высокая или нет. Что касается последовательности получения методов. Безусловно, было сделано такое исследование, где оценивали лечение до начала брафингибиторов и после начала брафингибиторов в плане иммунотерапии. Что надо отметить, что здесь была не современная терапия, а более старая иммунотерапия. Иммунотерапии здесь не было, PD-1 ингибиторов, но тем не менее, исследование показало, что брафингибиторы после иммунотерапии работают точно так же. А если брафингибиторы были в начале, а потом была иммунотерапия, то эта комбинация менее эффективна. Однако, я еще раз повторяю, тут не было современных препаратов. У нас есть один случай, который мы уже много раз показывали, где пациент получал в течение двух лет терапию виммунотерапии. Мы достигли хорошего эффекта, с очевидным иммунологическим эффектом. Был витилиго в области опухолевых очагов. И потом, после прогрессирования, пациенту был назначен эпилюмап. И тем не менее, он сработал, причем сработал не один раз, а два раза. К сожалению, был не очень длительный ответ, и были потом нежелательные явления, которые разрешились. Но, тем не менее, какой-то эффект и продление жизни у этого пациента мы получили. Что интересно, что таргетная терапия у него была восьмой линии лечения, а иммунотерапия девятой линии лечения. Диссиминированная меланома. Что касается исследований Кинот-002, то здесь оказалось, что высокие дозы пембролизумаба оказывали эффект даже у пациентов, которые получали БРАФ и МЕК-ингибиторы. И, кроме того, надо сказать, что терапия БРАФ и МЕК-ингибиторами, в общем, это не совсем оппозиционная терапия по сравнению с иммунотерапией, потому что они оказывают иммунный эффект, они увеличивают экспрессию и инфильтрацию опухоли, содержание опухоли, инфильтрирующих лимфоцитов в опухоли. Таким образом, сочетанное их использование и использование их для подавления продукции иммуносупрессивных факторов опухоли, оно предполагается, оно изучается. И, скорее всего, после получения результата вот этого списка исследований, мы получим ответ на то, лучше ли комбинировать все сразу вместе или использовать какую-то стратегию последовательного применения препаратов. Ну, что хотелось бы сказать в конце, это пролетело по слайдам, что можно сказать по поводу комбинированной терапии именно БРАФ и МЕК. На сегодняшний день мы знаем, что она безопасна в применении, и чем больше мы ее применяем, тем более безопасна она нам окажется, потому что у нас накапливается опыт в применении. Мы знаем, как объяснить пациентам, что их ждет и что сделать, чтобы этого избежать. Мы знаем, что эта комбинация высокоэффективна, и наряду с высокой скоростью наступления эффекта, эффект длится длительно, и мы можем ждать, что эффект будет длиться долго. Безусловно, нам еще предстоит решить вопрос, а можем ли мы где-то остановить эту терапию. Но этот вопрос требует дополнительных изучений, наверное, даже в начале не столько на клинических, сколько на предклинических исследованиях. И комбинация брафимейки ингибиторов на сегодняшний день является перспективной основой для различных комплексных методов и подходов к лечению. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.